Продолжение следует... Прочность. Человек, создавая свой мир, заимствовал у природы секреты зодчества. Сегодня, активно расширяя границы познания, мы вторгаемся в новые, необычные для нас сферы, объединенные одними. Мы идем туда подчас на ощупь, вслепую, порою дорого расплачиваясь за крупицы истины. Именно поэтому проблема прочности сегодня стала решающим фактором прогресса человечества. Продолжение следует... Институт проблем прочности Академии наук Украины, единственный в нашей стране специализированный научный центр, где разрабатывают научные методы расчета деталей и конструкций современной техники для работы в условиях переменных нагрузок и температур, в агрессивных средах и при нейтронном облучении. Одним словом, в экстремальных условиях эксплуатации. Наш фильм расскажет лишь о нескольких эпизодах из жизни этого научного коллектива. Для многих из нас сверхбыстрые полеты стали обычным делом. Но мало кто знает, что надежность полета в значительной степени зависит от этой детали. Лопатка газовой турбины. В свое время она стала объектом пристального внимания ученых института. Чтобы повысить долговечность двигателя, нужны рекомендации, обеспечивающие конструктивную прочность лопатки. Но выявить еще на Земле реальный запас прочности, оценить оптимальность конструкции, можно только путем экспериментального исследования. Основа прочности любой конструкции — рационально выбранный материал. Что ж, начнем с материала. С его способности сопротивляться длительной механической нагрузке, в сочетании с высокой температурой. В лопатке действуют не только постоянные, но и переменные усилия. Они и вызывают усталость металла. На установке МОН-2 образцы подвергают действию повторно-переменных нагрузок. Получена очень важная характеристика — зависимость долговечности металла от величины нагрузки и характера ее применения. Запуск и остановка турбины вызывают изменение температуры и усилий в лопатках. В этих условиях долговечность материала зависит не только от величины температуры, но и от скоростей разогрева и охлаждения. Итак, материал выбран удачно. Теперь нужно исследовать прочность самой лопатки, изготовленной из этого материала. Следовательно, снова эксперимент. В двигателе лопатка подвергается периодическому нагреву и вибрации. Большой вибростенд. Здесь созданы уникальные возможности моделирования температурных и вибрационных воздействий. Сейчас условия испытаний превышают режимы самого интенсивного форсирования двигателя. Этот стенд создан для изучения долговечности лопаток в агрессивном газовом потоке, имитирующем реальные условия полета. Еще один фактор повышения долговечности лопаток — гашение их колебаний. Как достичь этого? Путем применения разрезной конструкции хвостовика лопатки в замковом соединении с ротором турбины. Результаты всего комплекса научных исследований, передаются в промышленность и составляют научную основу оптимального конструирования современных газотурбинных установок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Океан. Три четверти поверхности земного шара. В перспективе новая сфера обитания человека. Но сегодня мы знаем о нем меньше, чем о космосе. Для освоения его глубин нужны аппараты, способные выдерживать давление огромной толщи воды. Под руководством директора Института Академика Георгия Степановича Писаренко начался поиск материалов для таких конструкций. Итак, снова материал. Он должен быть легким, не поддаваться агрессивному влиянию морской воды, технологичным, недорогим и прочным. Может быть, стеклопластик? В первом же эксперименте он не оправдал надежд. Когда, возможно, традиционный металл... Большой гидростатический стенд Института. Здесь создаются давления, которые могут встретиться будущему аппарату в самых глубоких точках океана. Да, тонковато. А если увеличить прочность сферы за счет толщины оболочки? Такое решение не годится. Сфера теряет плавучесть. Качество непременное для глубоководных конструкций. А если попробовать оргстекло, оно и легкое, и стойкое к активным средам, и обладает достаточно высокой прочностью... Нет. Все достоинства материал потерял при первой же обработке. А обыкновенное стекло... Оно хрупкое. Хрупкое и поэтому очень чувствительное к дефектам на его поверхности. Образец в поляризованном свете. Небольшая нагрузка, и в зоне дефектов возникает высокая концентрация напряжений. Но ведь подводные конструкции подвергаются в основном сжатию. Поразительно. Хрупкое стекло выдерживает большие сжимающие нагрузки, чем металл. Поразительно. Теперь стендовые испытания. Давление в камере соответствует давлению на десятикилометровой глубине. Но камера не океан. И вот заключительная часть исследований. И вот заключительная часть исследований. Стеклянные сферы выдержали испытания в натурных условиях. Можно с уверенностью сказать, материал для глубоководных аппаратов найден. Теперь слово за конструкторами. Сегодня уже очевидно, что ближайшее будущее энергетики в глобальном освоении энергии атомного ядра. Но для развернутого строительства атомных электростанций прежде всего необходимо знать, как влияет непосредственно нейтронное облучение на прочностные свойства материалов. Иначе, возможно, непоправимое. Эти кадры уникальны. Впервые в практике отечественной науки образец материала будет испытан на прочность в активной зоне атомного реактора. Первые сигналы о поведении материала в радиоактивном аду. Не вторичные, не вычисленные. Прямая непосредственная связь с образцом. Этот новый метод исследований разработан сотрудниками отдела прочности материалов при радиационном облучении. Да, проблем было много. Прецедентов не было. Впервые нужно было поместить образец на семиметровую глубину в тесном канале реактора. И там впервые воздействует на него не только статической, но и циклической нагрузкой. Впервые нужно было зафиксировать реакцию материала тончайшим измерительным прибором, который реагирует на малейшие помехи, непосредственно в радиоактивной зоне. Впервые нужно было наглухо загерметизировать исследовательский канал реактора и вместе с тем обеспечить свободное перемещение нагружающей тяги. И еще много-много впервые. Пока ищешь решение, оно кажется неразрешимо сложным. Когда решение уже найдено, все оказывается удивительно простым. Вот оно, это простое решение. Новое оружие экспериментаторов установка нейтрон-1. Итак, три эпизода. Три проблемы из всего многообразия вопросов, которые ставит перед учеными института каждый новый день. Решение этих вопросов ждут строители атомных электростанций и подводных аппаратов, создатели ракет и самолетов, конструкторы космических кораблей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова